Здравствуйте! Вы смотрите программу «В центре внимания» в студии Евгения Монакова. Сегодня поговорим об отдыхе. Как приятно, кажется, говорить и планировать всевозможные поездки, путешествия. Но, безусловно, о таких вещах лучше беспокоиться заранее. Поэтому мы пригласили к нам в студию руководителя авиационного, директора авиационно-туристического агентства Наталью Поцок. Вот она нам, собственно, и расскажет все особенности этого сезона. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, Евгения! Ну, действительно, этот сезон летний, он отличается как-то принципиально, скажем так, от предыдущего. Потому что все равно, как правило, люди планируют отпуск раз в год. И поэтому они уже знают ориентироваться на прошлый год. Можно или нет? Ну, немножко в этом году ситуация иная, чем в прошлом. Связано это с тем, что количество путешествующих, желающих выехать за границу и по России увеличилось. Мы отмечаем повышенный спрос на путевки. И, соответственно, стоимость туров на данный момент несколько выше, чем в прошлом году. Это вот главное отличие, пожалуй. Объясняется это еще также ростом курса доллара. За последнее время был небольшой скачок. Путевки подорожали в связи с этим. А также в связи с тем, что определенным категориям наших граждан разрешили выезд за рубеж. И также они активно заполняют рейсы. То есть, я так понимаю, Наталья, следующий мой вопрос. Логичный ответ уже ясен. Горячих путевок не ждать, да? Скорее всего, да. Не стоит ждать. Единственное, что можно сказать, июнь месяц, возможно, по нашим прогнозам, будет несколько такой вот более по ценам лояльный. Можно как бы планировать июнь для поездок. Июль-август цены, как правило, держатся на достаточно высоком уровне, потому что это пик сезона. Ну, а что касается мая месяца, по информации, рейсы практически на 90% заполнены. Последние места на рейсы продаются. Поэтому рассчитывать, что в мае месяце, как в прошлом году, будет много горящих предложений не стоит. В общем, лучше планировать уже на лето что-то. А если у кого-то отпуск выпадает на осенние месяцы, вот сентябрь, октябрь, тоже зачастую люди рассчитывают на то, что цены будут несколько пониже осенью. В этом году как? Какие прогнозы? В этом году за счет того, что раннее бронирование позволяет держать невысокие цены, на данный момент сентябрь, октябрь предложения более-менее приемлемы. Поэтому советуем бронировать заранее. Ну, то есть сейчас заботиться о своем осеннем отпуске, а не ждать каких-то горящих путевок. Ну, это, наверное, такой принцип уже действительно с прошлого года он уже сохраняется. Плюс в такой стратегии в том, что турист может выбрать понравившийся отель, понравившийся номер. И есть большая вероятность, что он поедет туда, куда он хочет. Когда, как правило, когда несколько дней остаются до вылета, самые популярные и оптимальные отели по соотношению цена-качество, как правило, уже распроданы. И приходится выбирать из того, что есть на момент. На рынке. Все поняла, Наталья. Но теперь тогда по популярным направлениям. Они, я так понимаю, с года в год у нас практически не изменяются. В этом году то же самое. Вьетнам, Таиланд? Конечно же, самые популярные направления у амурчан — это Вьетнам, Таиланд и Китай. Но если рассматривать вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга, то туроператоры в этом году предлагают новые направления, неизведанные еще, наверное, большинством россиян. Это Танзания, курорт Занзибар на слуху обсуждается на данный момент. А также можно посетить Марокко. Это как альтернатива Египту. Поскольку вот сейчас, несмотря на то, что авиасообщение восстановлено с Египтом, но рейсы выполняются регулярно и только до Каира. И до популярных курортов, таких как Фургада, Шарм-эль-Шейх, туристам нужно будет еще и преодолеть путь на автобусе 5-6 часов. А это, конечно, крайне неудобно. После нашего перелета до Москвы, потом еще перелет туда и 5 часов, да? Да. Поэтому Египет, к сожалению, вот в этом сезоне не будет пользоваться популярностью. Альтернатива это будет Тунис и Марокко. Ну, еще какие направления освоены уже амурскими туристами и как-то популярны летом? Ну, если брать летний период, то индивидуальные туры мы предлагаем на остров Бали. Это Индонезия, остров Ламбок. Так, пользуются популярностью у туристов, которые вот хотят что-то эксклюзивное, не традиционные направления. Ну, и также, что касается острова Хайнань, предлагаем вылеты из Хабаровска в Санья. Рейсы чартерные выполняются каждую неделю. И можно на лето приемлемые варианты себе подобрать. Вообще, конечно, безусловно, все туристы озабочены вопросом экономии, да, и бюджета. Поэтому действительно появились такие варианты, что можно лететь из Благовещенск, да, можно лететь из Хабаровска, даже из Владивостока, знаю, предлагают. Вообще, если ориентировать, скажем так, туристов, откуда все-таки летать выгодней? Ну, всегда предлагая какие-то варианты, мы просчитываем, учитываем дорогу до Хабаровска. Если получается, что выгода вылететь из другого города с учетом того, что нужно еще будет добраться до Хабаровска, то туристы зачастую соглашаются и на такие варианты. Но, безусловно, для семей с маленькими детьми вылет из Благовещенска предпочтителен. И на данный момент, вот на лето организованы прямые вылеты, кроме Таиланда и Вьетнама, БДХ самолет каждую субботу в течение июля и августа вылетает. Поэтому такие прямые все-таки рейсы, они наиболее адаптированы для туристов, которые не хотят дополнительные трудности в дороге испытывать. Я надеюсь, у туроператоров, то есть у авиаперевозчиков, у них все в порядке будет в этом сезоне, потому что тоже не всегда бывают вылеты задерживаются. Или нужно делать расчет, в том числе и на такое? Ну, что касается вылетов из Благовещенска, можно сказать, что, как правило, больших каких-то критических задержек у нас практически не бывает. Единственное, что в августе у нас, как правило, бывают туманы, и по этой причине, по погодным условиям, могут задерживаться самолеты до Москвы. И, конечно же, если в августе месяце люди планируют дальше из Москвы продолжить свой отдых в Крыму, в Сочи и приобретают авиабилеты, то нужно стыковку в Москве делать с учетом того, что возможны какие-то задержки. То есть делать запас такой небольшой. А сколько обычно запас необходимо сделать? Ну, как правило, мы не менее трех часов рекомендуем. Это если пассажир приобретает билеты одной авиакомпании, он следует весь маршрут и до Москвы, и далее из Москвы. Если авиакомпании разные, то лучше сделать запас больше. Так как в случае задержки рейса при покупке билетов у одной авиакомпании, вы все равно вас доставят в пункт назначения конечный. И ближайшим любым рейсом авиакомпания несет ответственность за это. Если у вас разные авиакомпании, то лучше запас делать больше. Все поняла. Кстати, вот про Крым уже упомянули. Это направление стало несколько лет назад и у Амурчан популярно. Сейчас насколько популярность такая же высокая или же она снизилась? Ну, Крым по прошлому сезону был очень популярным направлением за счет того, что многие не были в Крыму. И интерес увидеть что-то новое, конечно же, он всегда превалирует. В этом году также очень много билетов было продано в Симферополь. Можно еще отметить, что открылся в Симферополе новый большой аэропорт, который способен принять и удобно очень пассажирам прилетать в нем, обслуживаться. И спрос сейчас достаточно высок. Кроме этого, в начале апреля были субсидированы авиабилеты из Благовещенска до Симферополя. И те льготные категории граждан, которые могли воспользоваться, также раскупили эти направления уже на данный момент полностью. По стоимости все-таки для нас-то куда дешевле? В Крым слетать или же в тот же Вьетнам, Таиланд, Китай? Ну, если учитывать, что у нас к стоимости прибавляется дорога до Москвы, то, конечно же, для нас Юго-Восточная Азия, Вьетнам, Китай, Таиланд более доступен традиционно. Ну, если брать Китай, в котором уже многие, конечно же, побывали не один раз, можно рассказать о новых экскурсионных маршрутах, которые появились. Это экскурсионный маршрут в парк «Аватар», находится в национальном парке. Наслышано про него, да, действительно. Да, парящие горы, которые, наброски с этого парка были использованы при создании фильма «Аватар». Не дешевый этот маршрут, но впечатление стоит того, увидеть своими глазами. Ну, в общем, действительно, я надеюсь, наши зрители сейчас ориентиры на лето уже фактически себе наветили. Направление понятно. Спасибо вам огромное, Наталья, что пришли к нам в студию. Вам тоже спасибо. Я напоминаю, что сегодня в гостях была Наталья Патсун, директор авиационно-туристического агентства. Говорили мы о летнем отдыхе, а вы смотрели программу «В центре внимания». До скорой встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok